Они красивы, талантливы и умны. Именно так можно сказать о представительницах почтовой отрасли первого региона. На конкурсе Мисс Почта 2024, который проходил в городе над Бугом, приняло участие 15 очаровательных девушек. На почте много конкурсов, профмастерства среди почтальонов, среди водителей, а вот чтобы такой Мисс Почта, такого не было в принципе никогда. И у нас сегодня здесь первый этап этого конкурса, и те наши девчонки, которые победят, одержат победу, тех мы отправим в Минск, наше предприятие Республиканская Белпочта, на финальный конкурс. Конкурс, он такой, ну, своеобразный. То есть это не Мисс Беларусь, но даже круче, чем Мисс Беларусь, потому что, ну, девушки, они соревновались в пяти номинациях. Мы не выбирали 90-60-90, они сортировали их, по возрасту тоже ограничений не было. Вот, мужчины не участвовали почему-то, хотя мужчины почтальоны есть тоже. И они показывали презентационный ролик, ролик знакомства, потом было интервью, было дефиле, был номер творческий. Жюри оценивало не только внешнюю красоту конкурсантов, но и личностные качества участниц, эрудицию, коммуникабельность, творческие способности и умение достойно представлять себя и свою профессию. Показали наши работники очень высокую планку. Несмотря на то, что Мисс Беларусь готовилась конкурсанты месяц, наши готовились всего три дня. Первое, для чего он проводится, это сплотить коллектив, потому что у нас сотрудников, ну, более 4 тысяч по области, очень много, и, понятно, профессию все знают почтальона. Второе, показать, выбрать из этих особо таких, ну, ярких представителей регионов, потому что у нас по нашей системе мы выбирали представителей из четырех регионов, это Береза, Пинск, Барановичи и Брест. По результатам онлайн-голосования, проходившего в телеграм-канале Брестского филиала Руббилпочты, сердца публики покорила Надежда Казах, представительница Березовского РУПС. Она – Мисс зрительских симпатий 2024. Я вообще считаю себя очень скромным человеком, не люблю этих конкурсов, но хотелось попробовать что-то новое, показать себя, что я очень сильная, смелая, и научиться на своих ошибках, что я сделала не так. Мне очень приятно, если честно, я думаю, большинство, конечно, голосовало, это моих друзей, у меня большая поддержка, семья, и также секретарь БРСМ, я думаю, это тоже слило большую на голоса, Березовский РУПС также всех, ну, мы агитировали голосовать за своих. Я думаю, этот конкурс станет отправной точкой в дальнейшем, что я буду дальше продолжать где-то участвовать, быть активным работником. Если Надежду Казах выбрали зрители, то конкурсантку, которая станет Мисс Почта, выбирала жюри. Так, корону и титул Мисс Почта 2024 присуждены брещанки Екатерине Ермаковой. Именно она представит Брестскую область на республиканском конкурсе Мисс Почта 2024. Для меня конкурс очень значим, потому что я здесь приобретаю новые навыки, знакомлюсь с новыми людьми. Мы ночью не спали, готовились к конкурсу, и хотелось, я думаю, что каждой из участниц получить звание, титул Мисс Почта 2024. Есть переживание, что я буду представлять Брестскую область, потому что хочется достойно представить свою область на республике и достойно нести этот титул. Конкурс нам очень понравился. Я работаю уже 27 лет возле связи, в филиале, и получается, это первый конкурс, который именно Мисс Почта. У нас многообразие конкурсов, но этот первый. Ну, мы, конечно, готовились, волновались. Когда сюда приехали, вот сейчас у нас такие буря эмоций, такой высокий очень уровень провели конкурс, и лидер был нам как бы вот со стороны был виден. Единственное, мы никак не могли понять, первый, второй или третий. Первый или второй или третий. Мы немножко перерывы обсуждали. И когда уже были известны третье, второе место, конечно, мы уже не сомневались, что первое место займет Екатерина Ермакова. Мы за нее тоже очень болели. Она молодец. Она тоже учательница многих конкурсов. Она нам фигура известная. Вот, поэтому мы за нее очень рады. Поздравляем ее и очень рады, что именно она будет представлять нашу область на более высоком уровне в республике, в городе Минске. Анастасия Милишкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова